итак начало нового дня сегодня воскресенье утро это отельчик где мы остановились хочу немножко показать такого типичный старенький отельчик на берегу океана конечно здесь раньше строили именно такие потому что из-за ураганов очень частых не стоило строить большие многоэтажные здания чтобы их не сносило ветром конечно и было меньше разрушений если ураган придет и ударит в эту местность городишко этот маратон очень маленький потому что это находится на небольшом островке и конечно здесь никакой промышленности нету кроме рыболовной промышленности такой вот маленький городок вот здесь уже получается океан и здесь мы уже недалеко от океана залив мексиканский галфа в мексико и атлантические океаны эту сторону туда я немножко пройду покажу еще что здесь есть потому что через несколько минут мы пойдем завтракать и нужно уже будет ехать на место где мы будем выплывать в океан это уже маленький островочек идет и канал здесь можно скидывать конечно так проезжать лодку вот это место для скидывания каяков вот этот все каяки которые принадлежат именно этому отелю и мы планируем сегодня также поплавать на каяках немножко покажу это место это даки для того кто имеет лодку могут приплывать парковаться здесь вот и по этому каналу можно выйти в открытый океан то что я сегодня и планирую сделать попозже когда мы вернемся немножко покажу чем тут кормят мы приехали на место где откуда то есть мы будем уплывать вот это наш корабль небольшой катамаранчик сейчас я сниму специальная лодка подготовленная к погружению в воду конечно мы не будем погружаться с аквалангами а просто будем плавать с трубками то есть снорклами такой большой катамаран и конечно мы по возможности стараемся почаще выезжать чтобы наслаждаться природой океаном тем более здесь мы недалеко от карибского залива карибский залив или карибское море одно одно одной самых красивейших а в мире после австралии конечно единственная конечно погода не стопроцентная потому что есть ветер и сейчас когда мы заполняли эти аппликации то женщина сказала что примерно 3 фито волны но это не совсем плохо но и для начинающих конечно это не идеальная погода можно каяки в рент взять вот так в основном здесь живут работают люди именно кто занимается лодками рыболовством эти эти лодки все в рент можно брать это место очень популярны не только это место вообще вот эти все места где мы проезжали вчера они очень популярны и особенно в сезон здесь просто все забито но я думаю что сегодня тоже народу будет не не меньше он еще не сказал а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Мы приближаемся к самому старому мосту, который был сделан еще в 30-е, даже начало 30-х годов, может быть чуть раньше. Сейчас его реставрирует только часть, а на самом деле уже этот мост не функционирный. Вот это все, это Мексиканский залив, Голфа в Мексико. И вот под мостом или за мостом начинается Атлантический океан. Вот как я и говорил, что эти места просто маленькая улочка или маленький мост разделяет залив Мексиканский от Атлантического океана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В открытом океане волны оказались гораздо больше, чем мы предполагали. Некоторые наверняка достигали 4 фитов. Я даже перестал снимать на камеру, потому что захлестывало водой. И когда мы приплыли на место, где мы должны нырять, вода оказалась сильно мутной. Под водой было довольно-таки сильное течение и видимость почти нулевая. Поэтому я также не стал ничего снимать под водой, потому что все это было просто бесполезно. Ветер, который следовал за тропическим штормом, Нестер не утихал. И благодаря этому продолжались подниматься волны. Но, несмотря на все это, мы побывали на корабле. И сейчас мы возвращаемся в бухту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Мы вернулись обратно в наш мотельчик. Купание, конечно, было нелегким сегодня. Мы все равно поплавали. Я немножко понырял. И такой вот маленький пикничок здесь. Площадка сделана, столики. Грильчики стоят. Все это, конечно, включено в цену, которую мы заплатили за две ночи. Поэтому все это можно пользоваться сколько угодно. И на этой стороне второй грильчик. Это пропановые грилы. То есть к ним подключен газ. А вот там, сейчас, наверное, пойду покажу. Вот такой, его почистить немножко. И вот есть грил для угля. То есть кто любит больше с дымком, на угольках приготовить, там, сосиски пожарить, или котлетки заделать, или просто, может, рыбку свежую. Вот. Я, конечно, буду немножко на сосисек у нас свежих. Да, это немецкие. Немецкие сосиски, это свежий фарш. И как раз сейчас я его зажарю. Мы перекусим. Все, ух, отлично. Ну что, начну жарить. Так вот одиноко выглядят сосиски на таком большом гриле. Но ничего страшного. Как говорится, заморить червячка. И, конечно, мы потом поедем обедать. Более солидное заведение. Но пускай сейчас они жарятся. Подождем немного. Пока жарятся сосиски, немножко поснимаю растительности. Это вот, посмотрите, молодой кокос упал. Сейчас совсем маленький. Да, он, конечно, там ничего внутри нету. Но когда они становятся большие, там есть внутри вода. И белое молочко, или оно когда затвердевает, его счищаешь, добавляешь сахара или меда. И отличное блюдо, конечно, получается. Что-то вроде баунти. Вон там он оттуда падает. Конечно, когда они большие падают, лучше под деревом не стоять. По башке хорошо ударит. Такие вот еще интересные есть цветы. Конечно, много разных пальм. Есть карликовые пальмы. Вот есть такие более тонкие пальмы. Опять вот кокосовая большая пальма. И там он еще большие кокосы. И что интересно, вот эти вот красивые лепестки, как будто забрызганы краской. Вот смотрите, такое зеленое. Как будто кто-то брал и брызгал. Несмотря на его красоту, оно входит в число ядовитых. То есть может вызвать раздражение желудка. В некоторых может быть раздражение на коже. Смертельного исхода, конечно, я думаю, не будет. Если только у человека сильная реакция будет. Но опять же, кто если будет эти листья сживать или делать из них какое блюдо. Такие вот интересные растения. О, грилл кочегарит. Посмотрим, что тут творится. Отлично, отлично. Сейчас я их буду переворачивать. Какой цвет. А какой запах. Посмотрите, сколько с них вытекает сока. Очень сочные. Хочу показать одно интересное место. Как раз здесь мы находимся на конце взлетной полосы. Это аэропорт. Вот это вот уже забор, который ограждает нас от аэропорта. Чем примечателен этот аэропорт или чем знаменит этот аэропорт? Вот казалось бы, что тут знаменитого. Обыкновенное поле. Где-то там какие-то вдали здания. Но, тем не менее, одна удивительная вещь. Именно этот аэропорт. В 2000-2001 году здесь тренировались одни из террористов, которые позже управляли самолетами, которые влетали в здание в Нью-Йорке. 2001 года, 11 сентября. Всем известная дата, наверное, во всем мире. Именно вот здесь, в этом аэропорту, как я уже сказал, тренировались некоторые террористы. Учились, как летать. Вот этим аэропорт и знаменит... Ну что, наши сосиски готовы. Мы сейчас тут посидим на природе, так сказать. Рядом с морской водой, морской воздух. Где-то... Рядом с морской водой, морской водой.